Всем привет снова! Первая попытка у нас не удалась, и синхронный перевод, к сожалению, не стремится ни в Facebook, ни в YouTube, поэтому мы решили все то же самое повторить, но только с последовательным переводом. Людовик будет говорить, презентовать и себя и то, что нам интересно, а Григорий будет последовательно переводить всю эту интересную информацию. Итак, попытка номер 2, Web2Print-Marketing. Людовик Мартин. А вы говорите, Людовик. Спасибо. Спасибо, Арсен, спасибо, Григорий. Добрый день, меня зовут Людовик Мартин, спасибо, Арсен, спасибо, Григорий. Да, действительно, я занимаюсь консалтингом в сфере Web2Print. Я работаю 20 лет в интернете, и в последние 5 лет я работал как директор по маркетингу в компании Exaprint, одного из европейских лидеров в области Web2Print. И так сейчас я помогаю компаниям либо запустить Web2Print у них на площадке типография, либо как-то улучшить показатели работы этого дела, работая в принципе во всей Европе. Итак, сегодняшняя идея, это выразить мою experience в развитии сферы в интернете, и особенно маркетинг в разных этапах жизни сферы в интернете. И моя сегодняшняя задача, это рассказать вам о том, как должен выглядеть плюс-минус правильный процесс с моей стороны по разработке интернет-сайта, через который можно получать и выполнять заказы Web2Print, и также сказать о различных маркетинговых стратегиях, которые будут меняться на каждом этапе развития этого сайта. Я начну с ошибки, которые совершают очень много компаний, когда выбирают свою маркетинговую стратегию, по крайней мере в Западной Европе, они выбирают какую-то маркетинговую стратегию, которую они видят, что реализовывается она на рынке, и в Западной Европе чаще всего берут за пример компанию Vistaprint, и пытаются под кальку сделать то же самое со своей маркетинговой программой. Но они забывают о том, что они не имеют представления о том, какой бюджет был заложен той же Висты на эту маркетинговую программу, и таких денег чаще всего у среднего размера типографии, которые выходят на Web2Print, просто нет. Поэтому я рекомендую, до того как начинать маркетинговую рекламную кампанию, прежде всего изучить свою клиентуру. Для этого нужно составить профиль вашей клиентуры, как той, который у вас есть сейчас, так и той, которую вы хотите получить, поскольку раз вы выходите в Web2Print, значит вы хотите расширить, разнообразить свою клиентскую базу. Когда вы определитесь, что это за компания, что это за люди, надо понять какие ожидания у них есть. Во-первых, ожидания существующие и те ожидания, которые в будущем у них могут возникнуть. После того, как вы определили существующих и желаемых будущих клиентов, определили их ожидания, разобрались в этом, вам следует найти все те каналы, через которые вы с ними можете связываться. Все те медиа, которые они читают, соцсетики, которые они просматривают и так далее. Причем не только тех клиентов, которые у вас есть сейчас, но и тех, которые вы хотите заполучить в будущем. Где до них дотронуться? Итак, первый шаг, определить кто. Это мы сделали второй шаг, определить, где до этих клиентов мы можем дотронуться, через какие каналы продаж, через какие сети. Это мы сделали. Третье. Понять, какой бюджет вам нужен для того, чтобы прокачать существующих клиентов и найти будущих клиентов и тоже сделать их своими покупателями, своими клиентами. Все это необходимо для того, чтобы рассчитать роли вашей инвестиции. В работе с помощью работы, вы можете работать на работу, вы можете использовать вашу инвестиции на более интеллигенте и более эффективное. Потому что, например, сегодня, на Google, много соцсетей делают из-за подписки, Но в самом деле, клик на публикация Google leur coûte plus cher que envoyать мэйлинг-папир à des prospects. На гугле стоит для них дороже чем бумажное письмо которое они могли бы отправить в почтовый ящик будущему клиенту. Ensuite, il ne faut pas penser qu'à du marketing digital. Ce n'est pas parce que vous faites un site de e-commerce que tout votre marketing doit être fait en ligne. Il est tout à fait... Allez-y. Я еще обратил внимание, что как только компании задумываются о том, что надо создать свой website для Web2Print, они почему-то автоматически полагают, что при этом marketing тоже должен быть цифровой, исключительно. Это не так. Il y a plein de technique traditionnelle ou offline qui fonctionnent, comme les salons, par exemple, la visite de commerciaux ou des campagnes de phoning ou de mailing-papier. Потому что для интернет-сайта на самом деле многие из классических приемов работают, то, что мы сейчас называем off-line приемы, будь то холодные прозвоны, будь то почтовая рассылка, причем не только, поскольку мы говорим об off-line, не только электронными письмами, но и обычными бумажными материалами, ну и, конечно, посещение профессиональных выставок. Это никто не отменял. Maintenant, vous allez avoir des visiteurs sur votre site, vous allez devoir en faire des clients, c'est-à-dire qu'ils doivent acheter. Вы увидите, что счетчик посещений на вашем сайте начинают крутиться. Отлично. То есть люди начинают понимать, что есть такой сайт. Но наступает следующий важный этап. Как из этих заходов сделать реальные заказы? Мы подходим к конверсии. Для того, чтобы люди захотели у вас что-то купить, первый ключ к этому это понятный, красивый интерфейс. Для того, чтобы сайт при этом должен быть выстроен логично. И на самом сайте необходимо дать максимум информации, которая нужна к гипотетическому клиенту. Ensuite, il faut que vous puissiez renseigner votre клиент quand il ne va pas comprendre quelque chose. Donc, par exemple, utiliser un chat ou un Facebook Messenger sur votre site ou bien affiché la possibilité d'un appel téléphonique. Однако, как нам известно, даже если мы объяснили так, что все должны понять, найдутся люди, которые не поймут. Это нормально. Поэтому вам нужно сделать какую-то форму обратной связи, которая будет заточена именно на помощь пользователю, который зашел, что-то не понял, и, соответственно, должен быть либо чат, либо Facebook Messenger, либо где-то очень хорошо видный телефонный номер на сайте, по которому клиент может дозвониться и задать вопросы о том, что он не понял на сайте. Vous allez mesurer la qualité de votre commerce grâce au taux de conversion, c'est-à-dire le rapport entre le nombre de commandes et le nombre de visit. Качество маркетинговой компании определяется достаточно легко. Мы все знаем что такое конверсия. Конверсия – это отношение между количеством заказов и количеством посещения сайта. Бесполезно тратить кучу денег на привлечение пользователей на сайте если эти пользователи на сайте ничего не покупают. Все равно что лить воду в дырявое ведро. Ensuite, lorsque вы avez des clients, le plus important c'est qu'ils se mettent à recommander parce que dans l'imprimerie on travaille et on vend beaucoup de produits qui reviennent régulièrement soit par la saisonnalité soit parce que les clients achètent les mêmes produits d'année en année par exemple des cartes de vœux. Дальше. Сделал у нас клиент первый заказ то есть пользователь преобразовался в клиента. Super. На чем типографии зарабатывают? Типографии зарабатывают очень много на повторяющихся заказах. Поэтому нам нужно сделать так, чтобы этот клиент заказал второй раз и последующие разы. В основном два стимула. Это либо сезонность, либо ежегодный какой-то повод. Например, поздравительные открытки. Мы их печатаем с известной всем периодичностью. Вот такие заказы нам нужны. Как это сделать? Довольно эффективным инструментом является так называемая автоматизация маркетинга. Когда вы начисляете какие-то баллы за заказы, которые клиент у вас уже разместил, с одной стороны. А с другой стороны, по поводу, можно даже без повода, отсылайте напоминалки, потому что людям свойственно забывать о том, где что они делали. есть что у клиент уже откин което много меньше и будет дать больше денег к нового клиента. Вы должны вы interrogать о что ваш клиент aime лучше от вас. Это например, дать 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 Est-ce que c'est recevoir une petite lettre d'information? Toutes ces choses-là qui font que vous allez fidéliser votre client. Дальше, после повторного заказа, на самом деле даже после первого, vous должны предпринимать меры для того, чтобы клиент стал вашим верным, loяльным клиентом, постоянным клиентом. И для этого надо определить, что именно сделает его таковым, а сделает его таковым приемы, которые ему нравятся, что вы используете. И они для каждого клиента могут отличаться. Кому-то нравится, что ваш отдел продаж звонит и общается с ним лично. Кому-то нравятся бесплатные образцы, которые посылают с какой-то периодичностью, живые. Кому-то нравятся баллы, которые начисляются. И так далее и тому подобное. У каждого клиента вот эта фишка, которая будет вашим конкурентным преимуществом, будет разная, может быть разная, скажем так. Для этого нужно использовать, И в этот момент, правильно сказать о дешевых инструментах маркетинга. Во-первых, никто не отменял телефонные звонки. Звоните своим клиентам. Это правда работает. Во-вторых, почта. Разослать почту, автоматизировать ее, электронную я имею в виду сейчас, стоит довольно дешево. Что можно делать? В момент прохождения заказа какого-либо классического этапа. То есть мы приняли в работу. Вот вам электронное оповещение об этом. А внизу какой-нибудь рекламный материал в этом письме. Мы напечатали заказ. А внизу какой-нибудь рекламный материал в этом электронном письме. Мы отгрузили заказ. А внизу какой-нибудь рекламный материал. И когда вы отгружаете заказ, обязательно-обязательно кладите образцы новые, другие даже, не относящиеся к этому заказу, или рекламные проспекты, или рекламные брошюры, непосредственно физически с тем заказом, который отправляются клиенты. Не надо этого стесняться. Следующий момент, как фиделизировать клиента, как сделать из него постоянного, лояльного клиента. Нам абсолютно необходим фидбэк. Почему? Потому что, с одной стороны, наши клиенты знают, чего они хотят, а во-вторых, они прекрасно понимают, чего нет у вас на сайте. То, о чем вы, может быть, даже не подумали, не просто не хотели сделать, а даже не планировали сделать. Что есть у ваших конкурентов, что удобнее на сайте вашего конкурента, чем у вас. Поэтому абсолютно необходимо, чтобы ваш отдел продаж обзванивал по результатам заказа клиента и собирал фидбэк. Люди с радостью рассказывают о том, что не работает на сайте. И обязать просто отдел продаж делать вам, предоставлять резюме, что не понравилось. Критику, предложение, ну и похвалу, конечно. Ну и хрен. Ну, вы можете это делать на сайте. Критику, email или в таблине, в таблине, или в таблине, в таблине, или по-таблине. Все эти ремонтные клиенты должны nourрить с эволюцией вашей сети. И когда вы коррежете один вопрос что у вас есть улучшение, или что вы даете ответственность к функционалам, ваш клиент будет чувствовать и он будет более доволен, и он будет еще развернуть информацию на вашей сети. Таким образом, у вас есть инструмент который будет действительно correspondеть к нам. Сообщать вам или айтишникам или тому человеку, сотруднику, кто отвечает за сайт, о том, как его фидбэк был получен от клиента. Либо по почте, либо через экселевскую табличку расшаренную. Есть специальные программы, которые этим занимаются, например, Trello. И вот это ценная информация, которую мы собираем. Почему? Потому что это источник жизненной силы для модернизации вашего сайта. Есть еще один шаг, о котором время от времени народ забывает. Это если вы исправили что-то по фидбэку клиента, напишите клиенту, спасибо, что вы нам об этом сказали. Мы исправили. Вот теперь у нас такая-то функция на сайте реализована. И клиент будет чувствовать себя уважаемым, ценным и ответит, надеюсь, на это, новым заказом. Ваш клиент – это тоже ваши лучшие амбассады. Так не забудьте поставить в плане, у нас есть у нас есть который будет ретрибуна или дать у них сомневаться каждый раз, они будут подкарривать нового клиента, при дающихся сомневаться или у них, как клиент. Кроме того, ваши клиенты – это ваши лучшие амбассадоры, поэтому придумайте систему поощрения в каком-то виде за привод новых клиентов. То есть, если ваш клиент рекомендует вас своему деловому партнеру, другу, этот деловой партнер делает заказ, придумайте что-то, что вы можете дать взамен, какую-то благодарность в каком-то виде клиенту, который привел другого. Таким образом, это на самом деле очень дешевый способ. С одной стороны, расширить клиентскую базу, то есть привнести новых клиентов, с другой стороны, сделать существующих клиентов более лояльными. Кроме того, что вы можете дать на ваш клиенту, это ваша зарплата. Таким образом, у вас есть ошибки, которые могут отработать свой приемную работу и после того, чтобы заболеть свои клиенты. И в последнее время, чтобы проверить свои цены на вашащадку, на вашащадку и приобретать свои цены на вашащадку, и для того, чтобы иметь корректные ценности и, в частности, поставить в предыдущий сайт веб-то-принт. И я не говорю о том, чтобы стремиться всегда быть самыми дешевыми. Нет. Но, по крайней мере, оставаться в рынке, оставаться на конкурентно способном уровне. Продолжение следует... И до того, как перейти к вопросам и ответам, Арсен сообщи каким-то образом нам, есть ли вопросы, хочу резюмировать основные советы. Во-первых, знайте своих клиентов. Поймите, кто ваши клиенты сейчас и кого вы хотите привлечь, выходя на веб-то-принт. Но начинайте с существующих клиентов. Это ваша база. Повышайте лояльность регулярно, постоянно. И следующий совет. Боритесь с оттоком пользователей сайта, которые пришли и ничего не заказали. Попытайтесь понять, почему так произошло, чего они не нашли, чего им не хватило на вашем сайте, потому что, скорее всего, они ушли искать какой-то другой вариант. Другого исполнителя. Вот. Я вам предлагаю сейчас ответить на ваши вопросы. Готов ответить на вопросы. Спасибо за внимание. Увидели снова Арсена. Мы в трансляции. Значит, первый вопрос. Людовик просил рассказать о какой-нибудь интересной запоминающейся компании, которая неожиданно принесла интересный результат. Для привлечения клиентов. Повышене человеком, который вызывает новую визуну на взрослой и инжене, который получил результат inattend, в томе, в качестве и завшития, с клиентами, как вы не видели, что вы не видели, но и как вы не видели, но и как вы не видели. Да, например, есть у нас Моу, Моу, в Англии, которая, с позиционной на очень редкий продукт, но с очень вкусной, очень премиум, очень красивый design. Это продукты qui sont vendus assez cher, mais si vous regardez le design du site et la manière dont les produits sont livrés et tout le travail qui est fait derrière, on est un petit peu dans ce que fait Apple, et on a une société qui a réussi à avoir des clients très fidèles avec des gros paniers d'achat. Да, пока я могу привести интересный пример нишевого positionирования. Компания называется Moo, как корова мучит по-английски M-O-O из Великобритании. Они решили выйти с очень ограниченным ассортиментом на этот рынок и причем сразу зашли только в люксы, в премиум. Их товары стоят очень дорого, но если посмотреть на дизайн сайта, как он вылезан, на то, как выглядит поставка, когда клиенты ее получают, то понятно, что ребята вдохновлялись компанией Apple. Все продумано до мелочей, классный дизайн, очень дорого все выглядит. И в результате оказалось, что у них очень верная база клиентов, их немного, но они постоянно заказывают только у них, потому что ценят вот этот вот люкс аспект. Спасибо, Людовик. Еще один вопрос. Стоит ли небольшой региональной типографии выходить вонлайн? И если стоит ли, то с каким предложением для региональной типографии? Еще один вопрос. Это действительно что-то, что нужно дать, что могут быть предложения или продукты предложения в этом рынке? Да, я думаю, что сегодня, все импримы, но даже маленькие импримы, должны использовать для нас, потому что мы видим, что мы видим, что с COVID-19, мы сомнём beaucoup par интернет, parce que nous y sommes forcés, et les clients s'habituent à ça, donc, d'une part, c'est un nouveau moyen d'achat qui devient, qui se répand partout. Во-первых, я говорю всегда, что любая типография должна иметь website, через который можно было бы разместить заказ. Почему? В современных условиях, мы с вами сейчас переживаем кризис коронавируса. Много мы начали покупать через интернет, даже если раньше не покупали, в принципе, или не покупали именно этот тип товаров через интернет. Сколько это продлится, не совсем понятно. Люди начинают привыкать к тому, что можно заказать через интернет и получить доставку. Это первая часть ответа. Et ensuite, en même temps, les acheteurs de tous les pays vont être sensibles à acheter au plus près de là où ils vivent, pour des questions de patriotisme, et aussi pour des questions de réduction du risque par rapport à des marchandises qui viennent de trop loin. Кроме того, мы наблюдаем тренд покупки даже товаров, которые раньше не характеризовались такой спецификой, как можно ближе к месту работы или проживания. То есть из соседнего города, если два маленьких города, клиент может предпочти заказать из соседнего маленького города у маленькой региональной типографии, нежели везти из крупного центра. Две основные причины, как мне кажется, с этим связаны. Во-первых, патриотизм. Это довольно большая мировая компания о потреблении локальных продуктов и услуг. А второе, для того, чтобы минимизировать риски просто относительно некоторых товаров, которые не очень могут хорошо перенести длительную поездку или перелет. Поэтому мне кажется, что малые и даже средние типографии должны сейчас выйти с таким предложением, которое я называю гибридным. С одной стороны, это сайт, через который можно купить эту услугу, разместить заказ, посмотреть информацию. А с другой стороны, что реализация этой услуги физически, печать, будет находиться в регионе. Люди чувствуют, что они поддерживают свою регион или свой город. А на самом деле, честно, для того, чтобы продать продукт, начать продать продукты. Это скринает больше всего. Но не чертите не то предложение, а то делать как не говорят. Метте в региону о том, что вы успешите, что вы документы, что вы можете продать. Например, у меня есть клиент в Франсе И это работает хорошо, потому что эти клиенты считают его специалистом. Большие игроки рынка. Вы не успеете, вы не сможете выиграть у них конкуренцию по разнообразию продаж. У меня есть клиент во Франции, маленькая типография, она печатает только этикетки. И когда он делал веб-то-принт, хозяин, он единоличный там хозяин, он сделал сайт и до сих пор печатает только этикетки. Через сайт можно заказать только этикетки. И прекрасно, честно говоря, этот сайт у него работает, он не стал расширять ассортимент. Только из-за того, что он вышел в онлайн. Donc, pour résumé, oui, c'est très-très important de proposer un site e-commerce, même quand on a une petite imprimerie. Vos clients, eux, consomment déjà sur le web. Рésumé, avec ответ на вопрос, да, маленькая региональная типография должна иметь веб-сайт, через который клиенты могли бы купить их товары и услуги. Потому что ваши клиенты сейчас уже покупают товары и услуги через интернет. Просто пока не ваши. Арсен, est-ce que vous avez une autre question? Арсен, есть ли еще вопросы? Больших вопросов нет. Огромное спасибо, Людовик. Спасибо за понятную презентацию. Спасибо за то, что поделился знаниями, поделился опытом. Желаем успехов, желаем не болеть. И надеемся, что в ближайшее время, ну, как минимум через год, встретимся на дропе и сможем пожать друг друга в ноге. Нет, не остальные вопросы, которые могут быть представлено. Субтитры сделал DimaTorzok — Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup, Arsène, et puis un salut vraiment fraternel à tous mes amis russes. Et je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous et qu'on se rencontre dans la réalité dans un an. — Arsène, большое спасибо, что пригласил. Огромный привет всем моим русским друзьям. Et действительно, до скорой встречи, когда, пусть даже через год, мы все равно обязательно увидимся. — Большое спасибо. Всего доброго, Людовик. Спасибо большое, Григорий, за прекрасный перевод. А мы не отключаемся. Мы ждем в этом эфире экспертов российского рынка и обсудим с ними все то, что нам сказал Людовик. Ну и обсудим то, что происходит у нас здесь, на рынке, в России, в Украине, в Беларуси. — Спасибо большое, Людовик. Всем спасибо. Ждем наших экспертов, которые подключаются к эфиру. Двое уже на месте. Ждем остальных. Сергей, добрый вечер. Будем откликаться на второй компьютер. Не все могут подключиться быстро. Пока остальные коллеги подключаются, Сергей, Алексей, может быть, как-то прокомментируйте презентацию Людовика. Алексей молчит. Я молчу. У меня комичная ситуация. Я три раза прослушал первые 10 минут, когда не было ничего, когда не было перевода. И в результате я присоединился на последние пять минут. Я застал о том, что он рекомендует постоянно отслеживать цены. И если не давать, даже если, допустим, самое лучшее ценовое предложение на рынке, все равно нужно держаться где-то... Ну, держать интересным для потребителя цену. Не быть слишком дорогим, следить за тенденциями. С чем я, конечно, не могу не согласиться, так как мы сами работаем, в общем-то, в этой идеологии. Я могу сказать, что абсолютно верно было замечено, что любая типография в будущем будет веб-то-принт-типографией. Это все равно, что раньше была почтовая связь, связь через факс, потом, собственно говоря, все пользуются электронной почтой. Точно так же все будут принимать заказы, заказы принимать через интернет. Это реальность. У всех будут сайты, у кого-то будут сайты с приемой, проверкой, с автоматизацией, у кого-то будут сайты с конструкторами, будет расти контент. То есть это реальность. Очень интересно по поводу специализации. Это действительно ближайшее будущее, которое нас ждет. Мы сами подумываем о том, чтобы отпочковать от проекта несколько очень узкоспециальных проектов, которые бы работали с определенным типом продукта. Здесь я услышал одобрение и для себя поставил определенные цели. Спасибо большое. Сейчас мы увидим еще одно лицо. На Мальдивах или на Карибах, я не знаю, быстро не успел распознать. Разрешите мне... Хорошо, в кабинете президента, так лучше. Разрешите мне представить сегодняшних экспертов еще раз. Буду представлять так, как они у нас появлялись. А точнее, Светлана Степанова, компания Infolio Print. Руслан Гальфанов, MDM Print. В данном случае, наверное, просто про Enjoy Print будет больше говорить. Павел Капель, Ирмадин, Алексей Сидоренков, Printomat, Сергей Баженко, визитка КОМ. Я очень надеюсь, что кто-то из вас все-таки послушал Людовика. И несмотря на проблему, которая у нас произошла в начале, небольшую накладку, и, к сожалению, синхронный перевод мы не смогли организовать в правильном режиме, потому что не умеет Zoom стримить перевод из одного канала, а видео из другого канала. Ну, продолжим с тем, что имеем. Мы с вами предварительно, когда обсуждали, что мы будем рассказывать всем, и обсуждать со всеми переводы из одного канала, а видео из другого канала, и мы долго пытались понять, на каком же рынке все работают. B2B, B2C. Мы определились, что все-таки все в первую очередь работают с бизнесом. Все-таки это B2B. Какой бы он мелкий ни был, микро, мини, может быть, чуть-чуть средний бизнес, но в основном все ваши сайты ориентированы на B2B. И нескольких этого мы и будем сегодня обсуждать. А что же происходит с этим рынком, куда делись заказчики с этого рынка, а то, что... Но в основном все ваши сайты ориентированы на... Павел, там идет трансляция, я поэтому отключаю периодический звук. В той трансляции надо выключить звук, а здесь мы слышим друг друга. Сейчас будет слышно. В той трансляции звук выключается на экране, а здесь мы друг друга слышим. Все? Получилось? Хорошо. Все, отлично. Итак, продолжим. У каждого из вас упал объем, и у кого-то значительно, у кого-то нет. Об этом хотелось бы поговорить. Куда делся заказчик, да? Что с ним происходит, и как его вытащить обратно? Каким образом мотивировать его продолжить пользоваться вашими сайтами, продолжить дальше заказывать различную продукцию через веб-то-принт? Хочу вас услышать. Руслан? Руслан? Коллеги, здравствуйте. Всем хорошего вечера, доброго. Ну, у нас очень сильно просили, на самом деле, подогрузки. Это больше, чем 90%, на самом деле. Больше, чем 90%. Наверное, в большей степени сейчас у нас остался сегмент B2C. Но сейчас не у нас сейчас выезжаем. Бизнес полностью умер, как класс. Заказов есть, но их очень-очень мало у нас. Поэтому сейчас полностью ориентируемся на то, что осталось, и работаем с этим сегментом. Что касается веб-то-принт, веб-то-принт – это только... Секундочку, коллеги. Самоизолировался. Или обнулился. Пока Руслан исчез, кто хочет продолжить? Давайте я продолжу. У нас очень сильно сократилось, так же, как у Руслана, количество заказов. И в первую очередь, конечно, потому что наш основной заказчик – это мини- и микробизнес, и индивидуальные предприниматели. И так как мы себя позиционируем, ну, в общем, как дискаунтер, и у нас много дешевой продукции, и многие люди, которые на старте находятся в своей предпринимательской деятельности, они стараются сэкономить, и поэтому выбирают, я думаю, по цене. Вот. И это действительно мини- и микробизнес. Это там парикмахеры, ногти, кафе-бары. Вот те, кто закрылись, да, салоны красоты и так далее. Вот у нас очень много вот этого. И, конечно, то, что этот бизнес сейчас закрыт, привело к тому, что эти бизнесмены перестали делать у нас заказы. С другой стороны, те, кто торгует продуктовым питанием, например, и печатает у нас этикетки для своей продукции, этикетки, упаковку, заказы от них продолжают приходить, и вот это нас поддерживает. Вот. Сейчас еще вот получили мы... Есть еще какие-то бизнесы, у которых, судя по тому, что они продолжают делать заказы, продажи все-таки идут, и что-то мы встречаем. Но, конечно, самое основное, самый массовый сегмент наших заказчиков фактически сейчас выключены с бизнеса вообще, поэтому ждем, когда закончится самоизоляция. Светлана, что-нибудь скажете про ваши сегменты, ваши заказчики? Куда они спрятались? Добрый день. Меня слышно? Да, прекрасно. Я немножко как бы думала, что тема будет другой, не о той ситуации, в которой сейчас не и так все понятно, заказов нету, клиенты сейчас сидят и ожидают. Больше хотелось, наверное, поговорить и рассказать о том, что такое веб-то-принт для тех компаний, которые его еще не имеют, и нужно им как бы его развивать. Нужна ли типография этот сервис, потому что сейчас самое удобное время, мы сидим дома, мы могли бы чем-то заняться более существенным. Мы не можем сейчас повлиять сильно на продажу, но мы можем сейчас подготовиться к сезону, оценить нашу целевую аудиторию, с которой мы работаем, подумать. Об этом идет речь. Так как все сейчас спрятались, все выжидают, и, может быть, свои кубышки как-то охраняют, и кому-то нельзя заниматься бизнесом ввиду ситуации. Кому-то можно, но он тоже сидит и ждет. Так вот, главный вопрос, каким образом достать этих людей, или сейчас как подготовиться, чтобы потом достать этих людей, чтобы они вернулись обратно и продолжили заказывать? Ну, мы сейчас активно еще раз оцениваем ту аудиторию, которая может работать через веб-то-принт, потому что я все-таки считаю, что это не является прямой витриной типографии, это свой самостоятельный сервис со своей клиентурой. Поэтому как бы оценить, кто эти люди, которым нравится заказывать онлайн. Соответственно, тут уже был затронут вопрос, что это микро и мини-бизнес, это парикмахерские, кондитерские, салоны красоты, ну, кстати, парикмахерские, да. Вот, кто еще может быть, да, кто может подключиться к нашему сервису, кто может с нами работать. Это очень хорошая, как бы, категория фрилансеров, подумать, посмотреть, как выйти на них, которые делают дизайн и предлагают параллельно своим заказчикам полиграфию. Это люди, которые не любят общаться по телефону. Мы же знаем, мы все делимся как бы на экстравертов и интровертов, да. Мы не учитывали никогда ту аудиторию, которая любит и смысятся, которая не любит звонить. И подумать, что мы можем сделать такого на сайте, чтобы было интересно им читать, смотреть наши продукты, изучать нашу витрину. Мартин, нет, его Людой, по-моему, зовут, затронул тему e-mail рассылок. Мы сейчас тоже очень активно думаем, чтобы такого можно было предложить, разослать, чтобы людям было интересно, пока они сидят в изоляции, чтобы они подспудно с нашим сервисом знакомились. Ну, вот мы, например, запустили акцию, мы уже к Новому году готовим календари. Мы уже выложили несколько шаблонов календарей с сетками уже на 2021 год и предлагаем людям зайти, зарегистрироваться, сделать календарик, а когда закончится карантин, мы всем его разошлем. Человек уже начинает учиться работать с нашим сервисом, оставляет свои контакты, оставляет адрес, куда ему можно отправить. Вместе с календариком мы планируем разослать наши рекламные материалы. Ну, в общем, как-то так. Подчищаются соцсети. Я, честно, в какой-то момент перестала им сильно уделять внимание. Сейчас больше пишется постов, больше мы о себе рассказываем, больше рассказываем о новинках. Сильно изменили визуальный контент сайта. Какие-то понятные иконочки, красивые, до которых руки не доходили. Я думаю, что у каждого есть чем сейчас заняться. Спасибо, спасибо. Павел, можно услышать ваше мнение о том, каким образом сейчас подготовиться или каким образом доставать заказчика, который затаился или который ждет. А может быть, у вас другое мнение, что все эти микробизнесы умерли, и мы ждем возврата новых заказчиков в новой инкарнации. Стоп, 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 стоп. Как будет лучше? Звук. Добрый день, коллеги. Ну, вернуть сейчас клиентов в парикмахерские рестораны и любой другой бизнес, который не работает, сейчас, наверное, невозможны попытки устроить тратку денег, на мой взгляд. Единственное, что сейчас можно делать в этом плане, это улучшать сервис, ожидая, когда же они, наконец, выйдут, и работать с теми, кто еще работает и не закрыт. То есть рецепт, как сейчас выйти на докризисный оборот, когда процентов 70 клиентов, то есть малый и частный бизнес закрыт, я думаю, такого рецепта ни у кого нет. Кроме того, любая реклама сейчас менее неэффективна, потому что люди смотрят рекламу, люди кликают, ты на рекламу пратишь деньги, а они кликают, потому что они сидят дома, стричь им некого, ну, смотрят сайты. Поэтому сейчас я согласен со Светланой, надо готовиться. Надо готовиться к тому моменту, когда мы выйдем. Можешь продолжать? Ну, я, коллег, подержу, что действительно будем ждать. Но я бы, на самом деле, таким бы оптимистичным не был. Я бы боюсь, что все это очень долго будет. Клиенты вернутся не сразу. Это вот если даже скинут карантин в мае, то это означает, что в мае там будет стоять очередь. Я боюсь, что, дай бог, к осени мы там вернемся к тем объемам, которые делали месяц в феврале. И, дай бог, вот, поэтому я, как бы, более оптимистичен. Но я схожу с того, что нужно готовиться к тому, чтобы хуже. Будет хорошо, отлично. Но, как бы, я таким бы оптимистичным, наверное, бы не был бы в этом вопросе по возврату каленского потока. Хорошо. Все прекрасно понимают, что будет плохо. Все надеются на лучшее. Но вот что делать, чтобы вернуть этих людей? Реклама. Реклама. Мы, наоборот, сейчас деньги в рекламу вкладываем активно. Стали даже делать больше, чем делали раньше. У нас такой подход, что мы в кризис, наоборот, начинаем активно вкладывать деньги в рекламу. Это и соцсети, это и поисковая реклама, это и рассылки. То есть мы получаем абсолютно все каналы, которые возможны для привлечения клиентов. Прекрасно. А вот если говорить, опять же, о каналах, эти каналы мы говорим исключительно про Web2Print, или эти каналы ориентированы в том числе и на оффлайновые? И на оффлайновые. Мы, кстати, запустили также онлайн-копировальный центр. Прошла такая мысль в голову. А почему клиент приходит с оффлайновым копированием? Клиент приходит, чтобы решить свою какую-то боль, чтобы пообщаться, физически пообщаться с оператором. Он обычно приходит с флешкой, там файл какой-то, и он показывает, как файл это нужно печатать. Основная проблема в том, что клиент не может это решить по телефону, там по e-mail, и поэтому приходит к нам ногами в салон-копирование. Мы запустили, на начале этой недели, запустили онлайн-копировальный центр. Все-все то же самое, там чат, там видеосвязь. Клиент также видит экран оператора. Это происходит только удаленно, а так в целом механизм не меняется. Клиент может видеть, как его заказ печатается. Мы запустили такой онлайн-копировальный центр. Пока что, конечно, не очень, люди еще боятся, но я думаю, что клиенты именно сейчас будут проходить онлайн к нам. Мы работаем над этим, чтобы клиенты приходили с салоном нашего копирования. Потому что мы-то работать не можем. Все наши салоны сейчас не работают, они закрыты, клиентов не принимают. Вот мы пошли по пути такого онлайн-копировального. И ты знаешь, что работает. Работает, конечно, не так, как мы предполагали, но люди заходят, включают камеру даже, общаются, видят, что происходит на экране у оператора, на его мониторе, видят, как заказ печатается. Поэтому вот такая фишка, наверное. Мы это сделали первые сейчас из всех салонов-копировальных, ну, есть сети, как ты знаешь, там, отличные. Мы одна из сетей, которые представлены в формате там копишопов. И я думаю, мы это сделали первые, но мы не последние. Думаю, сейчас наши коллеги тоже запустят там вот онлайн-копировальные центры. Ну, то есть это ваш ответ текущей ситуации коронавируса. Да, да, да. И знаешь, мы много делали фишек. Потом мы видели, что наши коллеги там делают все то же самое. Мы одни из самых первых в Москве. Не тоже самые первые. Мы были первые, кто запустил услугу фото на документы 24 часа. В формате 24 часа. Ну, это не совсем про коронавирус. Я тебе говорю, что это тоже была дичь, что вот, зачем нужно делать фото на документы там ночью, кому они нафиг нужны. Ну, потом, первое время, да, это как-то было так, а потом это очень-очень было популярной услугой. Сейчас примерно то же самое. Коронавирус, это вот у нас появилась новая возможность. Мы запустили онлайн-копировальный центр. То есть нам бы в голову, в мирное время нам бы этого голову не пришло. Хорошая идея. Надеюсь, ваше начинание подхватят и другие, те, кто точно так же не могут работать. Да, 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 да. Поэтому мы запустили, и мы видим, что есть какой-то результат на самом деле. Видим, что клиенты к нам заходят, посещаются вон наши копирования. Спасибо. Спасибо, Руслан. Сергей. Да, Арсен, я тебя слушаю. Тот же самый вопрос. Как достать тех самых заказчиков, которые затаились, спрятались, не могут заказать? Ну, я не разделяю такого общего трагического настроения. У нас, в принципе, все идет достаточно неплохо. Эта неделя вообще прошла, так сказать. Ну, наверное, не более чем в половину падения от привычных объемов, поэтому появился позитив определенный. Да, и вообще, я думаю, что через полгода после ноября мы про коронавирусы не вспомним больше никогда. Так что тут в этом все неплохо. Людовик задал хорошую тему, и вообще прекрасное настроение нашего разговора. Я думаю, что лучше нам в этом русле продолжить. То есть он давал вполне хорошие и реальные советы. Но я бы добавил, что прежде всего нужно понять, какая у тебя продукция, с чем ты работаешь. Мы говорим в общем как бы о полиграфии, но полиграфия, она же такая объемная, поэтому прежде всего нужно позиционировать продукцию, и тогда уже будут понятны методы продвижения своего сервиса, своих услуг. Мы начинали 10 лет назад в App2Print, и поэтому мы начинали с самых простых и понятных продукции, рекламной, с визиток, флайеров, календарей. Поэтому, ну, скажем так, у нас был один путь. Но те люди, которые начинают сейчас, я так понимаю, что этот эфир для них, те люди, которые сейчас начинают App2Print, им придется уже достаточно серьезно думать об уникальном предложении, это те вопросы, которые прозвучали во время выступления Людовика, какие ниши, какие уникальные торговые предложения нужно формировать. Так вот, прежде всего нужно понять, что у тебя за продукция, и тогда уже будут понятны какие-то каналы. Потому что в целом, то, что относится и в целом к интернет-коммерции, как таковой, то применимо к App2Print. Поэтому 10 лет назад мы начинали учиться как раз-таки на конференциях интернет-магазинов и так далее. То есть все эти фишки, все это применимо и к нам. Но есть нюансы. Например, вот тут вот уже прозвучало социальные сети. Мы, честно говоря, в своей работе социальные сети вообще не используем. Ну, только буквально как витрина, что мы есть, что мы живые и так далее. Почему? Потому что мы не считаем нашу продукцию эмоциональным товаром. Ну, вот вчера Максим, группа Print Network, рассказывал о том, что он ищет там порезку металла. И фактически для наших клиентов наша продукция – это то же самое, что порезка металла. То есть очень трудно вызвать нашей продукции какие-то эмоции, если мы говорим о рекламной полиграфии. Она им нужна тогда, когда нужна. Поэтому мы очень много экспериментировали социальными сетями и пришли к выводу, к тому, что это практически бездарно потраченные деньги. И Инстаграм, и Фейсбук, все эти социальные сети не давали у нас никакого отклика. Хотя, с другой стороны, если продукция у другого сервиса будет связана с эмоциями, с некой отделкой, с неким эксклюзивом, то тогда вполне возможно, что это может и сработать. Тот же Муком, который Людовик упоминал, он тоже нашел свою нишу, и там действительно все базируется на вот этом очень классном дизайне и на таких эмоциях некого лакшери. Поэтому не все рекомендации можно применить к той продукции, которую выпускает та или иная типография. И в первую очередь нужно позиционировать то, что вы выпускаете, то, что выпускает ваша техника, то, в чем вы имеете компетенцию. На самом деле, производить через интернет можно что угодно. И не только привычные визитки, листовки и так далее, но и печать по стеклам, персонализацию продукции, крышки на унитаз, вот у нас есть там запросы по надгробным плитам. Это тоже на самом деле полиграфия все. Тот же макет, из которого происходит изготовление. В нынешних условиях, наверное, те проекты, с которыми работал Людовик, они имеют больше возможностей, чем, прямо скажем, наши силы предпринимателей на постсоветском пространстве. К сожалению, мы вряд ли можем стрелять по всему полю наших клиентов, нашей продукции. Мы должны выбирать те моменты, по которым мы начинаем продвигать себя в той аудитории, на которую мы нацелены. Для этого нужна стратегия. Без стратегии начинать маркетинг, по-моему, глупо, потому что можно спалить бюджет в Гугле или в других каких-то, или в оффлайне. Можно спалить очень быстро. Мы тоже это достаточно быстро поняли и поняли, что надо вырабатывать какую-то стратегию. Что именно мы рекламируем, как мы идем. Для себя мы тогда 10 лет назад приняли такую схему, что мы движемся эволюционно. То есть мы находим некого клиента, которому что-то в принципе в полиграфии нужно. Цепляем его на что-то, от чего он отказаться не может. Ну и дальше растим его как своего. То есть клиентское доверие формируем и потом уже подкидываем его новые продукты. Почему? Потому что мы посмотрели по стоимости рекламы, по стоимости тех же кликов, оценили конверсии. И увидели, что мы никогда в жизни не заработаем. Что если мы начнем сразу какие-то продукты, такие как условно фотокниги, фотокалендари, каталоги, журналы. Что если мы начнем это сразу рекламировать, то просто мы спалим деньги, которых не так много. Поэтому мы пошли таким путем, что мы начинаем с условно бесплатных визиток. Человек, который получил от нас нашу продукцию, во-первых, а, он попробовал наш конструктор, б, он увидел наш сервис вживую. Он в живом общении получил все консультации от нашего клиентского сервиса. То есть он уже понял, что он общается с живыми людьми, даже узнал их имена. Затем он увидел упаковку, увидел качество бумаги. У нас оно не отличается от продукции платной. И уже после этого у него к нашей компании доверие. Даже если он не воспользуется этой продукцией, но доверие присутствует, и мы можем переходить уже на другой уровень. То есть мы можем ему предложить что-то, чем он воспользуется. И нам он уже доверяет. То есть по такой стратегии мы выходили, и в принципе она себя оправдала, эта стратегия. Поэтому очень рекомендую тем, кто хочет начинать этот бизнес в веб-тупринте, четко проработать для себя те шаги, по которым они будут двигаться. И тут встает очень важный следующий вопрос. Это как начать, с чего? Ну вот сегодня миллиарды сайтов, сегодня там достаточно ввести какой-нибудь запрос на печатную продукцию, и ты будешь где-то там, не знаю. Я все-таки прерву. Мы сразу, мы плавно перешли к одному из вопросов, которые планировали обсудить. Это вот какие ценности и как мы доносим своим клиентам, а какие должны донести клиентам. И, ну вот, что нужно и что не стоит делать, продвигая свой бренд. Ну, получается, что ты на один из этих вопросов ответил. Давай послушаем остальных коллег, а дальше уже перейдем к вопросу, к конкретным рекомендациям, что стоит делать, что не стоит делать. Добрый вопрос. Наверное, не сориентировался. Хорошо. Алексей, подключишься к вопросу? Тот же самый вопрос. Какие ценности и как мы должны донести до наших клиентов? Мнение Сергея о том, что в первую очередь нужно найти заказчика, а дальше его растить и развивать лояльность. И когда он будет лоялен, он будет всегда с вами. Всегда останется с компанией, будет доверять бренду. Ну, что касается ценностей, я хотел бы сказать, что в первую очередь они должны быть. Я, в общем, да, потому что очень часто бывают бизнесы, которые в том числе продают и работают с людьми, которые не могут свои ценности сформулировать. Сейчас очень такое популярное слово из трех букв «УТП» есть. Я его не очень люблю, потому что там оно уникальное. Действительно, уникальный продукт практически никто не предлагает. Но сформулировать ценности свои, донести их до каждого сотрудника, который не только работает с заказчиками, но и который работает на производстве. И я считаю, это очень важно, потому что таким образом можно это сформировать как дух внутри компании. И только тогда это можно уже транслировать людям, и это может на результатах сказываться. Наши ценности – это то, что мы делаем дешево, быстро и качественно, так же, как продукция сама того же уровня, как та, которая стоит в два раза дороже, например. И да, мы это несем. Мы не декларируем это как слоган, но это та ценность, которую мы несем. И люди, которые являются нашими заказчиками, они ее понимают. Дальше что? Дальше попросим кого-то другого. Павел, Павел, Светлана, Павел, хотите добавить? Павел выступает Светлане, я вижу. По поводу ценностей. Это действительно очень важно, почему человек зашел на ваш сайт и должен заказать именно на вашем сайте. Он не знает вашу компанию, он пришел первый раз, он только открывает окошко. По обставим клиентам понятно, что мы за них зубами сцепились, они наши, мы их любим, мы с ними долго живем. Соответственно, обязательно нужно сделать свой сайт таким, чтобы он вызывал доверие. Что может вызвать доверие на сайте? Понятно, что все пишут о себе, какие мы хорошие, выкладывают дипломы, выкладывают своих клиентов. Причем они, по-моему, на всех сайтах абсолютно одинаковые. У всех стоят Газпром, МТС, Билайн, не знаю, это как бы общее. Но человеку должно быть там комфортно. Мы должны на сайте разговаривать с ним одним языком. Поэтому мы выбрал свою целевую аудиторию, все написали на языке человека, который к нам пришел. Мы ему показали витрину, мы показали образцы продукции. Это безумно важно. Не просто какую-то картиночку, вот визитка, и не просто вот такие-то виды дизайна можно у нас сделать, а реальные готовые заказы, фотографии этих заказов. Люди с удовольствием смотрят, листают, видят, что вы реально работаете. Это не фейк. Дальше ему должно быть все понятно, все удобно. Если что-то вдруг непонятно, снизу онлайн-консультант нажал, тут же спросил. Ему не надо ждать долгих. То есть обязательно несколько человек сидит, консультирует. Как правило, у нас это реальные менеджеры, которые там работают. Обязательно должны быть отзывы. Отзывы настоящие, живые. Они должны быть на сайте, они должны быть в интернете. Очень сложно людей попросить оставить отзыв. Соответственно, мы придумали такую фишку, что мы в каждый заказ вкладываем визитку с QR-кодом. Человек на нее с телефона смартфоном щелкает, попадает на страничку, куда нужно, пишет отзыв. Мы пытались как бы дарить какие-то баллы, еще что-то. Нет, людям особенно подарки не нужны, им просто должно быть удобно. По поводу отзыва, маленький комментарий. У нас есть специальные сервисы для организации отзывов, причем доверенных отзывов. Вы ими не пользуетесь? Насколько мне известно, ваша система поддерживает, ваша онлайн-система поддерживает такие сервисы? Нет, у нас в каждом заказе, когда клиент получил заказ, мы переводим на определенный этап, ему открывается окошко «Оставьте свой отзыв». И он может оставить отзыв, как прямо непосредственно на сайте, прямо именно в этом четко конкретно сделанном заказе, так и мы перенаправляем на Яндекс, можно оставить отзыв на Яндексе. Мы работали раньше очень хорошо с Ел, но сейчас этого сервиса не существует. У них очень хорошее ранжирование отзывов. И пробовали работать с флампой, но фламп, мне кажется, это такой вот не очень интересный вариант. Люди не сильно ему доверяют. К нам приходило огромное количество клиентов со словами, что я увидел, что у вас очень хорошие отзывы, вы там в топе, у вас очень много там, ну, как бы есть о вас информация. Бывает, что проходят негативные отзывы, мы от них не защищены. Причем это может быть, ну, недоразумение, конкуренты уже начали. Мы обязательно отвечаем на все отзывы, люди видят, как мы отвечаем, какие вопросы задаем. То есть это обязательная работа. И еще раз хочу вернуться к витрине продуктов. Действительно, вот не надо выпускать это из вида, обязательно фотографируйте живые работы, показывайте, что вы сделали, что их можно увеличить, посмотреть. Моя мечта покрутить, особенно если это упаковка, пока не умеем. Ну, когда-нибудь до этого дойдем. И все-таки соцсети, они очень нужны, они очень важны. Не надо просто сделать аккаунт и забыть про эти соцсети. Работа там должна вестись регулярно, хотя бы раз в неделю пост. Люди видят, что вы продолжаете жить, что вы работаете, от вас идут новости. Мы там рассказываем о новинках, о наших акциях, потому что обязательно люди проверяют компанию, смотрят, живая она или не живая. Пусть там не так много как бы лайков на картинках, хотя мне обычно обидно, хочется, чтобы лайков было побольше. Но я вижу, что это работает. Мы сделали сквозную аналитику, мы подключили все каналы, с которыми мы работаем через Bitrix. Все лиды, которые приходят, они у нас с пометочками, откуда лид пришел. И мы анализируем обязательно, из каких каналов приходят заказы, какие заказы. Без вот этой аналитики, ну, как бы сказать, это работает, это не работает, ну, неправильно. По поводу уникальных продуктов обязательно они должны быть. Даже если их нету, мы их придумываем. У нас был интересный опыт, когда мы запускались, ну, что ж такое-то поставить. Ну, визитки все и делали, плестовки, ну, это в основном сборные тиражи, мы там не пройдем. Давайте мы придумаем продукт. Мы выпустили такой продукт, называется «Конверт под визитную карточку». Честно, вообще не понимаю, зачем он нужен. Мы его придумали, мы запустили. Мы за первый год, ну, почти миллион этих конвертов напечатали. Вот, дальше мы перепозиционировали конверт под дисконтную карточку. Там мы сделали еще пять видов разных уже конвертов. У нас это огромное направление работать с этими упаковками под карты. То есть это простой продукт, который был придуман просто так, для продажа? Да, да. Это был проведен эксперимент. Мы придумали продукт, мы придумали аудиторию, которому этот продукт может понадобиться. Мы придумали ему ценность. И через месяц мы начали получать заказы. А там никого другого этого продукта не было? Он был... На тот момент не было. Сейчас стали их уже очень многие выпускать. Это был там 13-14 год, этого продукта не было. Дальше, как бы, посмотрите на свою линейку товаров. Например, для типографии выпускать, ну, вот, допустим, табличку на стол. Это Table Tent, да? Ну, что? Это штамп общий, да? Это, понятно, абсолютно технологический процесс. Мы напечатали, вырубили, склеили, получили подставку или там замочками. Но, как маркетологи, мы можем подумать, что мы можем как по-другому его специалировать. Мы можем его предложить как информационную подставку на стол в офисе. Дальше это может быть спецпредложение в кафе-ресторане. Дальше это может быть табличка «Не курите в гостиницах». Дальше это может быть календарь к Новому году. Это четыре разных продукта, которые стоят по-разному. И мы можем их с разной стоимостью продавать разным людям. И вот эти все маркетинговые фишки очень важны. Мы очень много еще думали, как сделать апстейлс, да, продажи с добавочным чеком. Если у нас клиент заказывает визитные карточки, мы тут же показываем, что их можно упаковать в дорогую коробочку. Сначала мы эту коробочку с магнитными замками дарили, а потом мы начали их предлагать под заказ компаниям. У нас тоже этих коробочек ушло очень много, а это намного дороже стоит, чем сами визитки. Если вы предлагаете какие-то бейджики, значит, тут же рядом человеку должна быть возможность заказать ленточки для бейджиков, печать на этих ленточках. То же самое там, пробовали в каждом продукте писать какие-то фишки, интересные идеи. Еще раз говорю, что очень много мы получили аудитории из интровертов, которые любят читать, они с удовольствием начали читать все наши фишки. У меня вдруг в какой-то момент возникла идея написать, что конверт можно сделать с дизайнерской бумаги, с такой же бумаги сделать приглашение, привязать ленточку, ну и дальше бантик. Мы с этими ленточками уже потом не знали, что делать. Люди с удовольствием схватили за эту идею, начали заказывать из дизайнерской бумаги, а там совершенно другая стоимость бумаги на оценках. И эти конверты, приглашения и вот этих ленточек мы навязали огромное количество. Это все продуктовый маркетинг, это все прекрасно, но до заказчика ведь надо как-то достучаться. Когда заказчик есть уже на сайте, мы можем с ним, если он лоялен, предлагать ему одно, другое, третье, можно миксовать продукт, можно придумывать уникальное предложение. Хорошо, давайте вернемся к каналу, который мы используем. Первое, это, конечно, не канал, это инструмент SEO. Очень важно SEO, очень важно правильно выбрать компанию, которая раньше мы с вами занимались, потом нет, конечно же, мы нашли компанию по SEO. Очень правильно им объяснить, кто мы такие. Все SEO-шники, а веб-то-принт в подлости по графе, это разные продвижения, это разные клиенты, которые должны прийти на сайт. И вот долгая работа с SEO-шниками, объяснение, кто мы такие. Ну, как бы SEO, все понятно. Следующие подсети, это обязательно, еще раз говорю, это ВКонтакт, это Фейсбук, Инстаграм, это Одноклассники, оттуда много приходит клиентов. Это Твиттер. Мы новости даем в Твиттере, они очень хорошо индексируются. Там две секунды, что ли, у них, какой-то очень маленький прям скорость индексации, это новостной канал, не пренебрегайте. Как только мы в Твиттер кинем ссылку, он сразу индексируется. Дальше контент. Обязательно надо писать статьи. То есть, если где у тебя продуктовый товар, текста должно быть немного, но должно быть много-много полезной информации на сайте, куда человек может зайти, почитать и получить ответы на все свои вопросы. Выставки. Мы обязательно участвуем в выставках. Я вот даже тут встречалась с людьми, которые также вместе с нами стоят на выставке, здесь же присутствуют. Обязательно в лайк-канал. Рассылки, e-mail-рассылки. Понятно, что обычные транзакционные, но и всякие новостные. Даже не знаю, сейчас шпаргалку посмотрю свою. А, ну, собственно говоря, практически все, что я хотела по каналам продвижения. Но они как бы понятны. Даже только инструменты идут. Понятно. Спасибо. Инструмент немножко другая тема, потому что каждый инструмент – это очень гибкая настройка, это проверка гипотез, это попытки тыкаться иногда в абсолютно непонятной области. Поэтому не совсем тема сегодняшней встречи. У меня дальше вопрос к Павлу. Какие из инструментов вы используете, точнее, какие из каналов вы используете для продвижения? Согласны ли со Светланой? Потому что я первый раз, я признаюсь, первый раз услышал, чтобы онлайн-типография и, в принципе, какая-то российская типография использовала Twitter для продвижения. Я мониторю достаточно часто, я подписан на вас всех, и не только на вас, и в разных сетях, но вот Twitter услышал первый раз. Павел, а у вас как с каналами продвижения? Светлана очень тяжело выступать, она исчерпывающе все рассказывает. С каналами продвижения. Я согласен с YouTube и считаю, что основные каналы для продвижения Web2Print, конечно, должны быть в сети, они будут более эффективны. Человек как-то тебя в сети нашел, публику смотрел на сайт. Это первое. Единственный канал, который мы эффективно использовали в офлайне, это визитки с рекламой наоборот. Мы год или два очень активно это использовали, был хороший эффект, и остановили это после того, как я решил, что Москва уже знает нас, офлайновая Москва. Что касается рекламы в интернете, ну, кроме классической поисковой рекламы и директора с отворцем, у нас очень хорошо пошел Facebook. Вот, я не пробовал Twitter, у меня не получилось в Инстаграме водоклассников, и так себе получилось ВКонтакте. Почему-то в Facebook у нас получилось лучше всего. Это если мы говорим про конечных потребителей, про индивидуалов, частный бизнес, маленький частный бизнес и частников. Вообще, надо сказать, что если мы говорим о таких продуктах, как визитки и листовки, так или иначе, надо выходить на медийную рекламу. То есть, такие инструменты, как директ, они не дадутся достаточно большого охвата. Вот, вот, Facebook им дают много. Хорошо, но сколько попыток делали в других сетях, не в Facebook? Вы, наверное, какие-то различные компании проводили? Стало понятно, что они неуспешные. Точно так же в Facebook. Неужели с первых компаний стали поступать заказчики и стали поступать клиенты? И стоимость конверсии, если можно, по сетям. Вот, прямо сейчас, не готов по стоимости конверсии, конкретно цифры назвать, у меня их нет под рукой, но я хочу сказать, что реклама в Facebook, скажу так, стоимость привлечения клиента в Facebook была примерно такая же, как стоимость привлечения в поисковиках. Примерно такого же уровня, да. Единственное, но есть нюанс, как обычно. Все это происходило только в том случае, если рекламой, ну, практически занимался я лично, что мне это не очень нравится. Любые попытки подключить СММщиков приводили к провалу. Причем, одна из попыток была я от отчаяния подключил до абсолютного гору СММ-маркетинга. Мы встречались, я сказал, что меня бюджет вообще не интересует, там, любой бюджет, который ему удобен для работы, там, только одно условие, чтобы стоимость привлечения клиента была такая же, как у меня, не выше. У меня это не получилось. Это не потому, что я такой крутой, а, по-моему, уровень СММ у нас, ну, совсем. Причем, когда все эти команды начинали действовать, нам, ну, с нашим маркетологом, ну, сразу кажется, что они, что результаты не будут. Его и не было. Вот. Ну, вот, это в Фейсбуке. В ВКонтакте эффект намного ниже у нас был, какие бы попытки не делали. И я решил от него отказаться. В одноклассниках у нас нет вообще ничего. И в Инстаграме. Ну, правда, с Инстаграмом мы владеем очень плохо. Совсем плохо. Тут я готов признать, что надо действовать там, куда угодно. Просто не доходят руки. Спасибо. Спасибо большое. Хотелось поговорить с Алексеем, но он исчез с экрана. И сразу же вернулся. Алексей, я знаю, что ты очень-очень много пробовал разных рекламных компаний, разных каналов, разных инструментов. И вот, очень хотелось бы услышать твое мнение. Ну, мы пришли к тому, что в нашем случае работает SEO-предвижение и работает контекстная реклама. И все. И все. Соцсети в нашем случае не работают. Очень низкая конверсия. Она просто, ну, никуда не годится. Я совершенно согласен с Сергеем, который сказал, что продукт наш не эмоциональный. И что касается именно принтомата, мы, как бы, печатная машина. Принтер. Мы делаем быстро, мы делаем дешево, мы делаем четко, качественно. Все. Вот. В том, что, да, там у нас веб-сайт как-то эмоционально окрашен, немного. Вот. Но это не наш путь создавать, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Это был не наш путь создавать какой-то вау-продукт, который эмоционально привлечет тех людей, которые являются пользователями Facebook и Instagram. Может быть, у меня есть такая мысль, что, может быть, так как я сам не являюсь пользователем Instagram, например, и для меня этот инструмент вообще непонятен. Хотя я знаю, что через Instagram продают очень много. Для меня, ну, это... Мне это кажется весьма странным. Вот. Может быть, поэтому не продают... Личные предпочтения играют роль. Личное понимание тоже играет роль. Возможно. Понимаю инструмент, не могу им пользоваться. В конце концов, рекламу в Facebook делал не я. Не я писал объявления, не я их размещал. Это делали специалисты. То же самое касается контекстной рекламы и SEO. Сам я никогда не создавал объявления. Я создавал предложения, там, ценовые, которые уже продвигались. И если они продвигаются эффективно в контекстной рекламе, то в соцсетях нет. Хотя в последнее время мы заметили тенденцию такую, что большое количество мы имеем конверсий из контакта, в котором у нас нет никакой активности, но там показываются баннеры по партнерской программе Яндекса, насколько я понимаю. Вот. Понятно. Спасибо большое. Прежде чем перейти к последнему вопросу, а чтобы вы посоветовали для тех, кто вот сейчас пытается пойти в Web2Print, кто-то из необходимости, кто-то от безысходности, кто-то просто слышал, что есть успешные типографии с вашими названиями и хочет попытаться сделать бизнес в онлайне, что бы вы им посоветовали? Перед тем, как начнем отвечать на эти вопросы, я прошу всех, кто еще не задал вопрос в Facebook, сформулировать свой вопрос, чтобы можно было задать экспертам, ну и, может быть, кто-то захочет добавить про каналы, про товарный маркетинг Сергей, по-моему, называется. И тогда просьба, плавно перейди к советам, и мы начнем делиться опытом и советами. Хорошо. Да, я про каналы как бы начал, но не закончил. Значит, я начал с того, что надо позиционировать продукт, понимать, что он, потому что, ну, мы же берем Web2Print, большое направление, определить стратегию, и потом самый важный вопрос, как начать, как сделать себя известным. Вот. Ну, казалось бы, самое простое – это реклама, онлайн, так далее, клики. Но в нашем случае это все как-то очень медленно запускалось, и то ли еще не было такого доверия к онлайн-рекламе тогда, то ли что. Но, в общем, мы решили пойти тогда путем оффлайновым, и он действительно дал нам достаточно много, много, очень большой старт мы, так сказать, сделали именно с оффлайновой рекламы. Что мы сделали? Мы сняли достаточно короткие ролики, видеоролики, привлекли известного персонажа в Украине, вот, и запустили их по самому популярному ток-шоу в Украине, политическому, в рекламных паузах. Это шоу Савика Шустера, вот. Да, конечно, это стоило денег, там по 15 секунд были видеоролики, но эффект это дало фактически сразу, моментальный, и мы буквально там за первый год перешли за до 100 тысяч, наверное, пользователей сразу с ходу. Вот. Потом, соответствующих проблем, там, мы уже не могли себе позволять такие вещи, но, тем не менее, это сразу как бы дало, вот. Какая тематика была избрана для этого? Значит, ну, не знаю, россиянам, наверное, сложно будет понять наш персонаж, хотя, ну, не знаю, может быть, кто-то слышал такого человека, как Таня из Симферополя? Никогда не слышали? Нет. У нас есть Света из Иванова. У вас есть Света из Иванова, да? Вот. И мы с... То есть у нас практически такой же, в общем-то, персонаж, хотя это очень хорошая девушка. Она снималась в шоу «Холостяк» и получила страшнейшую известность в соцсетях, такой непосредственной, непосредственными своими ответами на вопросы корреспондентов. То есть они были настолько непосредственные, что, ну, она стала такой символом, ну, как бы глупости, можно так сказать, да? Вот. При этом человек не глупый. Но вот такая манера общения у нее, и это миллионы просмотров в Ютубе. Ну, кроме того, что она из нашего города, значит, мы привлекли ее к сотрудничеству. И вот эти ролики, они, ну, дали нам аудиторию сразу, да? Вот. Потом мы, конечно, применили партнерскую программу с реальными деньгами вполне, да? То есть, пожалуйста, ставьте ссылку и так далее. Ну, я вообще, по сути, диссидент. Есть там медицинские диссиденты. Я диссидент полиграфический, потому что с первого дня, когда мы открыли типографию, большую типографию имеется в виду, до веб-то-принта. Я отказался от отдела продаж. Вообще у нас не было отдела продаж, не было ни одного менеджера. У нас были только входящие запросы и только технологи сидели, непосредственно считали заказы. Ролевая печать, хитсет, газеты, листовая печать, переплет. Все считали только технологи. И не было никаких продаж, ни холодных прозвонов, ничего. То есть, это 12 лет успешной типографии, быстрого роста достаточно. Ну, у меня свое по этому поводу убеждение. Точно так же, в общем-то, мы и поступали с веб-то-принтом. Тоже я люблю такие стандартные решения. А значит, я не понимаю, что такое SEO и почему им надо заниматься. Я понимаю, что такое оптимизировать сайт. Это я понимаю. То есть, проставить заголовки, прописать метатеги, применить схему, разделить там отзывы и так далее. То есть, создать всю внутреннюю оптимизацию. Но при этом я никогда не пользовался никакими методами типа покупки ссылок и так далее. И тем более SEO-шников. Упаси меня, боже, когда-нибудь с ними связываться. То есть, прекрасно понимаю принципы, потому что, ну, частично работаю в IT и вижу, как это все происходит. Тем не менее, это не мешает нашему сайту находиться в Украине там по основным запросам на первых и вторых позициях, несмотря на то, что мы вообще SEO не занимаемся. Вот. При этом, конечно, поддерживаю правильное поддержание структуры сайта и, конечно, перелинковку и, конечно, описание статьи. Собственно говоря, все можно определить фразой Гугла, который еще там 15 лет назад или 12 написал, что так, все нормально? Да, найдется все? Нет, который написал пишите тексты для людей. Пишите тексты для людей, все этим можно все дальше про SEO закончить, про белое, про черное, про руки, про размещение ссылок и так далее. Пишите тексты для людей, люди их будут читать, Google будет это видеть, если будут реальные статьи, значит, будет трафик и будет понимание. Дальше. Социальные сети, тут уже все Алексей сказал, если правильно анализировать в Google Analytics все и видеть цену конверсии, то все как бы ясно, как божий день. Дальше. Работа с отзывами, что говорила Светлана, да, безусловно, необходимо реагирование и так далее. Я, честно говоря, было одно время вообще молился, чтобы были отрицательные отзывы, потому что вот этот сладкий сахар, который льют в отзывах, да, ну, просто было ощущение, что мы это пишем, хотя ни одного отзыва из, мы их переносили недавно, полторы тысячи или две тысячи отзывов, мы не написали ни одного отзыва, и они должны быть равномерны, то есть там должно быть и хорошее, и плохое, то есть чтобы люди видели реальную ситуацию с отзывами. Сейчас отзывы берет на себя полностью Google, да, то есть, к сожалению, все сервисы умирают, Google берет на себя, то есть мы используем, конечно, Google локальный бизнес для отзывов, но сейчас, то есть в основном все там, то есть он их показывает. Дальше, очень важный момент, который мы, ну, наверное, упустили здесь все вместе, это взаимодействие с клиентами, у нас оно работает, в общем-то, очень неплохо, что я имею в виду. Значит, живое общение в плане акций, лотерей, премий за распаковку и так далее, то есть вот эти вещи работают очень хорошо, самые, наверное, то есть у нас разыгрывались такие призы, там, зеркальный фотоаппарат, ноутбук, два раза айфон, планшет, и так далее, то есть такие вещи работают, работает, работает прекрасно, лучше всего работают айфоны, почему, непонятно, хотя, ну, как бы, не дороже других призов было, но автомобиль еще не разыгрывали, но вполне возможно, то есть у нас там скоро будет полумиллионный заказ, в общем, вполне возможно, разыграем, может быть, и автомобиль. Вот, обратно, ну, то есть распаковка понятна, да, то есть человек получает, снимает видео, выкладывает к нам в соцсети, оговорюсь, Светлана, я не сказал, что, как бы, соцсети не нужны вообще, я сказал, что у нас это просто витрина, да, то есть люди видят, что мы работаем, но в моем понимании работа в соцсети, это, как знаете, там, столовая номер 3 или там в Краснодаре, вот этот Краснодар тяжмаш, когда там каждый день человек пишет офигенные посты про то, как вот на заводе там новую стенку построили, как там в столовой там новый борщ сварили и так далее, люди зачитываются, тысячи людей это читают, вот это я называю работа социальной сетью, то, что мы там новости туда же постим такие же, как мы постим у себя на сайте, или как мы делаем в рассылке, да, но это не работа с социальными сетями, вот, значит, распаковка тоже работала, тоже дает ролики, тоже дает видео, тоже дает упоминания и так далее, значит, планируем конкурсы по лучшим сделанным макетам, вот, вот это да, будем делать. неужели, решили приучать заказчиков к красоте или все-таки к качеству? Да, ну, просто, как объяснить, есть разные периоды, период до военной, это техника, да, вот техника, известность и так далее, сейчас такой период, что мы понимаем, что впереди контент, то есть контент, который будут люди печатать, могут все, заметьте, сейчас, ну, никто ни у кого не спрашивает, у кого какая машина печатная, ты на чем печатаешь, на Индиго, на Ксероксе, не важно, и люди у нас это не спрашивают, прошли те времена, когда заходили раньше в типографию, ты так поправлял галстук, говорил, у меня вот Хайдельберг, все говорят, о, все, да, это Хайдельберг, все понятно, то есть у них все хорошо, сейчас это не важно, важен контент, важно, что печатаем, что мы будем завтра печатать, айти нам ответ на этот вопрос дало, да, то есть где все те фотошопы, резальщики и верстальщики, где они, нигде, их уже нету, почти, вот, куда все делось, понятно, куда, на стоке, да, вот, и наше будущее там же, вот, поэтому, да, будет, будут конкурсы, будут все эти вещи, дальше, ну, понятно, то, что и сказала Светлана, организация регулярная фото, видеосъемки продукции, вот, Сергей, ты подводишь уже итог такое ощущение, дай коллегам тоже высказаться, да, я, я все, я просто сказал о том, что у нас есть, не знаю, ну, не все, наверное, даже, это все, что обсуждали, ты, у меня сейчас хлеб забираешь, я тоже итог хотел подвести, но, я телеграфным стилем, Арсен, как обычно, понял, спасибо, оживляем вот конец дискуссию, там просто уже есть вопросы, кто хочет еще добавить про то, чем стоит заниматься, с чего стоит начинать, даже вот так важнее, вы все говорили о том, что стоит делать, очень интересные вещи есть, есть вещи, которых вот действительно ни разу не слышал, очень интересные идеи со стороны продуктового маркетинга, контента, продвижения и прочее, но нас в том числе осмотрят люди, которые не знают, с какой стороны подступиться, вот с чего бы вы начинали, и еще вот параллельно был интересный вопрос, а назовите топ-5 продуктов, которые по убыванию, да, и средний тираж в заказах, но все-таки главный момент, акцентируйтесь, пожалуйста, на том, с чего начинать, вот что сейчас для человека, который выходит в онлайн, в первую очередь, конкурсы хорошо, но для этого нужна масса клиентов, маркетинговые или продуктовые фишки точно так же, они пойдут, но если у вас есть клиенты, с чего начать, кто готов поделиться, а то сейчас принудительно назначу, отлично, я считаю, что есть два, все, Павел, я готов, я готов выступить, нетушки, не получится, вопроса. Хорошо. Мне, да? Да. Алексей, извините, с чего начать? Ну, если говорить о небольшой типографии, которая хочет заняться вот ку-принтом, то, наверное, нету смысла начинать с того, чтобы создавать свой софт. это вещь тяжелая и для большинства, наверное, неподъемная. Я прошу прощения, следующий эфир у нас как раз и будет о софте, который присутствует на рынке и на который стоит обратить внимание. Прошу прощения. Поэтому, наверное, надо начать с того, чтобы все-таки выбрать софт из имеющихся. после выбора софта, вот по моему, не знаю, большому или небольшому опыту тех компаний, которые подключались к нашему софту, это мой совет вот резво оценить свои силы, потому а сможете вы этот сайт достойно рекламировать? Умеете ли вы это? Если типография, такую я встречал часто, считает, что она к сайту прикрутила в автопринт и там посыпется тысяча заказов, этого не будет. То, что надо рекламировать, уметь рекламировать и заниматься этим, это сейчас все говорили. И вот я бы прежде всего советовал типографии оценить свои силы в этом направлении. Тем более, что реклама в автопринт, она более тяжелая, чем реклама нашего обычного проекта. Есть в двух словах, то есть. Понятно. Спасибо большое. Руслан, Светлана, Алексей. Отлично. Светлана. Могу, да, говорить? Конечно. Я считаю, что как бы в эту принту это очень полезная вещь для любой типографии. В первую очередь она дисциплинирует. Все продукты, правильно мы их поставили, неправильно выбрали, мы их обязательно стандартизируем. Мы под каждый продукт переосмысляем, какие материалы, срок изготовления, мы под них делаем технологические цепочки. Любой типографии полезно свой бизнес привести в порядок. Если, допустим, его не было. Если порядок есть, то тем более типография знает, какие продукты продавать. Web2Print очень удобен тем, что мы можем продавать те продукты, которые сглаживают нам сезонность. Это очень удобно. Ну, мои рекомендации, в это надо ввязаться, и когда вы начали этим заниматься, вы как раз постепенно получите ответы на все вопросы. Ну, это must have. То есть, Web2Print должен быть. Аудитория уже подготовлена. Мы когда-то уже 10 лет начинали, была, самая главная проблема была, не было аудитории, которая готова была заказывать. Мы за 10 лет эту аудиторию подготовили. Она подросла из молодежи, из людей, которые работали в Европе, вернулись в Россию. Они тоже не понимают, как можно без Web2Print заказывать. Кстати, оттуда очень много клиентов к нам пришло. В общем, это надо делать, слушайте следующий семинар по программным продуктам и обязательно запускайтесь. Это не так страшно. Можно вопрос участникам задавать, Арсен, внутри или нет? Можно. Давай мы сейчас все послушаем. Я просто и Светлану один маленький, короткий вопрос. У вас те же люди работают в Web2Print, что и в основной типографии, в оффлайновой? Нет, менеджеры разные. В оффлайн типографии работают менеджеры-технологи, а в Web2Print работают продажники. Кстати, это очень хорошо, потому что очень часто на последних конференциях, семинарах люди говорили о том, что очень сильно упало количество технологов, очень сложно нанять персонал. И вот Web2Print позволяет использовать, на самом деле, даже более правильно мы используем именно продажников. Люди должны уметь продавать, технология, это уже вторично. Вся технология описана в Web2Print. И мы принципиально, у нас разные названия у типографии и в нашем сервисе. Мы сразу их позиционировали как две отдельные компании, хотя все заказы спекают в типографии. Разный маркетинг, по-другому как бы работают другие продукты. Типография работает с более сложными, дорогими, экслюзивными, там, упаковками, с чем-то еще. В Web2Print идет более стандартизованные продукты. Ну и максимально технологичные. Самую высокую маржинальность мы все уставляем в Web2Print. Web2Print, кстати, удобен еще тем, что вы работаете не с тем, что вам клиент принес, вы не идете в него на поводу, а вы продаете то, что в первую очередь хотите продавать сами. Спасибо. Спасибо. Руслан, добавишь что-нибудь? Арсен, ну, безусловно, Web2Print очень важен для типографии, любой. И если, может, этим раньше не занимался, сейчас пока находится на самом изоляции, самое время этим заняться. Вот. Ну, мы, да, мы за последние пять лет, у нас доля клиентов выросла, хотя мы запустили сайт давно, EnjoyPrint, но клиенты писали первое время, писали, писали на почте по-прежнему, звонили, то есть сложно было переперучивать их на вот заставить их делать заказы по интернету. Вот. Мы видим тенденцию, что там последний год, там два года уже клиенты начинают привыкать активнее делать заказы по интернету, то есть сами плачивают. Мы к этому уже приходим, к этому приходим, поэтому, ну, веб-принт, он быть должен в любом случае. Понятно, но что бы ты рекомендовал? У тебя получается точно так же, типография имеет одно название, а сайт имеет одно название. Верно, верно, Это продукты немножко разные, на мой взгляд, у них немножко аудитория разная, и у оффлайн-типографии это ее, скажем так, это больше про B2B, это больше про таких больших клиентов, потому что я слабо себе постараюсь, что какой-нибудь крупный клиент будет себе заказ набирать в корзину и заказывать. Нет, это должен делать уже менеджер персональный. Веб-то-принт это больше для малого бизнеса, даже, наверное, микробизнес какой-то. Микробизнес это какие-то фрилансеры, физические лица, вот для них нужен Веб-то-принт, на мой взгляд. компания, корпорации больших клиентов, но нет, в Веб-то-принт им пока что еще не заходят. Мы пытаемся это делать, но нет. Поэтому мы именно так разделяем, у нас есть enjoy, drem, то есть разделяем потоки. Ясно, спасибо большое. Ну, потихоньку будем заканчивать, потому что особо вопросов больше я не вижу. Хотел бы отметить, Арсен, очень приятную вещь. Я с трудом себе могу представить типографии, которые бы говорили, да, ребят, давайте открывайте еще одну типографию, давайте там поставьте там машину такую-то, такую-то. А вот люди, которые занимаются Веб-то-принтом, они абсолютно, вот я вижу своими глазами, абсолютно свободно делятся своим опытом и говорят, да, переходите и так далее, потому что рынок большой, не локальный, не типография через дорогу, да, которую делится, вот, и отношения на этом рынке, мне кажется, гораздо более цивилизованные, доверительные, ну, как и все в интернет-пространстве. Приятное впечатление от беседы, вот лично у меня. Спасибо. Ну, так никто и не назвал, пять продуктов, вот, про продукты. Алексей, назовешь пять? Да, пожалуй, во-первых, я хочу сказать, что касается Веб-то-принта, я читал комментарии, когда там вопрос, и я этот вопрос не один раз видел, комментарии не только к предыдущей конференции, там, а к другим каким-то постам, и там вопрос был у людей, можно ли продавать онлайн с большой маржой продукты, вот, и мне кажется, и, собственно, я неплохо знаю, как обстоят дела в Германии, в полиграфическом бизнесе, и я думаю, что мы там лет через пять, наверное, придем к тому же, потому что мы очень сильно отстаем, там ситуация такая, что-либо ты делаешь что-то очень специальное, и тогда ты можешь работать как традиционная типография, а все остальное, что не очень специальное, то, что стандартная продукция, и уже в том числе достаточно сложная, практически все продается онлайн у крупных игроков, и у них это стоит гораздо, гораздо дешевле, и потребители в основном выбирают их, а традиционные типографии, которые не нашли себе какой-то специальной ниши, или не нашли себе заказчика, который будет интернет-магазином, или не сделали свой онлайн-магазин крупный, они закрываются, они выставляют свой бизнес на продажу, это первое, вот, и здесь, то есть, еще раз, есть две, два возможных сценария, когда ты продаешь онлайн, либо ты продаешь дешево, потому что, как совершенно верно сказал Сергей, людям, которые заказывают стандартную продукцию, визитки, флайеры, им все равно, на какой машине это напечатано, они в этом слабо разбираются, тем более, что сейчас качество плюс-минус у всех одинаковое, у всех нормальных типографий, вот, сейчас не то совершенно время, все печатают на одних и тех же материалов, все печатают на одних и тех же машинах, да, так вот, пять продуктов, визитки, флайеры, в нашем случае наклейки, очень, очень хочется, пользуются большой популярностью, но и сейчас сильно растут брошюры на скобе, вот, пять, не скажу, да, четыре, но пятый, вот просто первые три продукта, это прям топ-топ, топ-три, а пятый продукт у нас будет, пожалуй, ну, если мы буклеты или флеты относим к листовкам, если не относим, то на третьем месте буклеты или флеты, то есть, визитки, флайеры, дальше флайеры с разными видами фальцовки, наклейки и многостраничные уже, многополосные брошюры на скобе. Спасибо. Павел, а Светлана, давайте, конечно. Прошу прощения, что, наверное, Павла перебила, я вот прям сейчас в свою админку захожу и прям читаю свой топ, а причем я предупреждаю, что это именно те товары, которые полностью сделаны через Web2Print, через графический онлайн-редактор, полностью оплачены и получены человеком без участия оффлайн-менеджера. Так вот, на первом месте коробка пирожок для ювелирных изделий, на втором месте бейджики, я не знаю, как с ними получилось, мы проводили эксперимент с сеошниками, решили потренироваться на бейджик, теперь нас просто преследуют уже несколько лет, мы ничего с ним сделать не можем. Конверт для подарочной карты, о котором я тогда рассказывала. опять-таки, следующее, это упаковка для пробников духов, у нас потрясающие они идут, великолепная продукция, причем у них упаковывают не только духи, какие-то спреи для собак, они идут как бомбоньерки на свадьбы, это вообще уникальная вещь. И, да, как я и думала, папки, у нас есть несколько папок, но у нас есть один хит, папка F1, у нас своя система артикулов, уже даже клиенты все ее знают. Вот, это продукты, которые легко делать на сайте, мы получаем сразу готовые макеты, и сразу это запускается в печать. Арсен, нам очень не хватает вашего сервиса, мы к нему вернемся, чтобы из этого делать автоматические спуски проверок, но это уже следующий этап. Хорошо, Светлана, а средние тиражи, вот вопрос про средние тиражи. И, маленькую ремарху сделайте, пожалуйста, коллега из очень известного веб-то-принт-сервиса задает вопрос, что правильно я понимаю, что если целевая аудитория малый и микробизнес, то это малые тиражи и цифра по большей части. Да, абсолютно верно, а больше количество... ...противоположных ответов. У Светланы одно, у Алексея другое. Если вы обратили внимание, не один продукт не пересекся, потому что Алексей работает на рынке сборных тиражей и потоковых заказов, а Светлана работает в специализированной нише. Это вот одна из причин, по которой я пригласил их сюда. Веб-то-принт бывает абсолютно разным. Светлана, еще про тиражи можно? Да, конечно. Конечно же, тираж очень сильно зависит от продукта заказываемого, да, и поэтому здесь, ну, в принципе, средняя вилка тиражей, которая сейчас заказывает через наш веб-то-принт, от 100 до 2000 экземпляров. Примерно вот такая. 2000 это уже обстоят. Да, у меня прайс сделан очень гибко, когда переходим через определенное количество, абсолютно понятно, где продукт будет печататься. Клиенту как раз это абсолютно не важно, на чем будет его печататься, на сети, на цифре. И, ну, по крайней мере, для нашей клиентуры, для наших клиентов, для нашего бизнеса. И, соответственно, мы сейчас потихоньку все выше и выше поднимаем планку. Если, когда мы только начинали, у нас максимально стоял тираж 300 для расчета, то сейчас на некоторые продукты до 5 и до 10 тысяч мы ставим, потому что люди уже все, они созрели морально. У них, кстати, не тиражность главная. Мы отследили такую вещь, для них важна сумма, которую они психологически готовы заплатить в незнакомую компанию. Если раньше это чек, средний чек, так называемый, был очень низкий, то последние три года он растет, растет достаточно существенно. То есть аудитория созрела покупать онлайн полиграфию реально как бы за адекватные деньги. От визиток, от листовок я сразу говорила, что мы ушли, потому что это не наш сегмент, мы определили свою целевую аудиторию, мы не занимаемся сборными тиражами, хотя немножко лукавлю, мы сборные тиражи делаем как раз на вырубке, на других операциях. Мы набираем эти свои пирожки, мы набираем свои папки, пакеты, мы очень много делаем через Web2Print и рубим просто одновременно и одновременно собираем. Мы даже под это купили специально автоматизированную дорогущую линию, которая все это клеит качественно, быстро, скопом по несколько заказов сразу. Ясно. Спасибо. Ваши пять продуктов? Ну, мои пять продуктов больше похожи на Алексея, это визитки, флайеры, буклеты, и сейчас в новом проекте в старом его не было стрелили наклейки и календарей. Календарями вы занимались всю жизнь, поэтому это, наверное, один из ваших известных и любимых продуктов. Ну, наверное, может быть, ну да, наверное, с этим связано, потому что меняется больше внимания, больше выборов. порядок. А средний чек и все-таки оборудование? Оборудование? Ну, это цифра, если мы говорим про аудиторию и короткие тиражи? Нет. Это все-таки цифра, или же... примерно пополаме цифра и обсет, то есть половина цифра, половина обсет. Средние тиражи на цифровых, скажем, визитках, ну, можно говорить 120 там чем-то, на обсетных ну, полторы тысячи. А у вас ограничения в онлайне существуют ли какие-то? Или тоже есть обсетные тиражи тысяча, две, три, пять, десять? Нет, у меня эти услуги разделены. У меня есть, скажем, на визитках цифровая печать, это быстро, это большой выбор бумаг, включая там всякие не впитывающие, тачкаверы и так далее. И есть оффетные печати, сборочные тиражи, там меньше выбор бумаг, больше сорок и так далее. Ну, и все. но заединиться, конечно, дешевле. Клиент выбирает. На новом проекте там еще больше деления. Там есть цифровая печать, есть цифровая сборочная печать, есть оффетные сборочные и оффетные индивидуальные. и там уже начали путаться разбираться. Понятно, спасибо. Сергей, пять продуктов. Ну, собственно говоря, из названия понятно, какой у нас основной продукт и название типографии было, доменное имя куплено для продвижения этого продукта. И, честно говоря, самый радостный продукт это 100 визиток, вот просто самый радостный, потому что самый маржинальный и занимает он у нас где-то 65% от всеобщего оборота до сих пор. Дальше идут фотокниги, фотокниги разные, панорамики мы освоили, сейчас еще машину специальную купили для склейки страниц. И вообще надеемся полностью, то есть оставить только два вида, это обычный переплет и панорамики. Календари, естественно, потому что сезоны, да, самые разные календари, фотокалендари, календари квартальные, много собираем квартальных календарей. Сейчас очень мощно вышла широкоформатка разнообразная, то есть сделали шаблоны и они пошли всякие сдам-продам, баннеры, сетка, мэш и так далее, вот это все в принципе неплохо идет. Ну, наклейки, да, это если так говорить. Что касается остальной полиграфии, я принципиально отхожу от оффсета, да, ну, мы не имеем сейчас своего оффсета после 2014 года и печатали сборные тиражи, но у нас там сложная ситуация в Украине, у нас типография, на которой печатается сборные тиражи, она там пытается играть и на тех рынках, и на этих, поэтому мы, собственно говоря, как и другие типографии, стремимся уходить в цифру больше, даже тысячные визитки мы печатаем цифрой, у нас все визитки за один день, у нас масса флайеров, листовок идет тоже на цифре, и вообще планируем от оффсета в ближайшее время абсолютно уйти. Кратце. А средние тиражи? Сто тысяча, сто тысяча, это, ну, бывают, конечно, там, тиражи, две тысячи, но это достаточно редкость, все, это мелкотиражная продукция. Понятно, спасибо большое, ну, я думаю, что на этом будем закругляться, подведу небольшой итог, спасибо Людовику, во-первых, за то, что очень коротко, в общем-то, в чем-то прописные истины, но четко и понятно рассказал, что необходимо понять, кто мы и что мы хотим дать нашему клиенту, нужно понимать, кто наша аудитория, какими каналами мы будем пользоваться для того, чтобы донести до своего потенциального клиента информацию, не стоит пренебрегать старыми и классическими каналами, а не только модными условными твиттерами, стоит сконцентрироваться на том, что вы умеете делать больше всего, а сегодняшние гости показали и рассказали, что веб-то-принт бывает абсолютно разным, в чем-то они были согласны, а в чем-то категорически давали полностью противоположные ответы. Спасибо всем большое за это участие, за то, что вы поделились своими мыслями, своими знаниями, своим видением рынка, и за то, что вы двигаете этот рынок. Спасибо всем большое, и маленький анонс по поводу следующего вебинара. Мы поговорим с производителями программного обеспечения для веб-то-принт. Многие знакомы уже с этим программным обеспечением, кто-то им пользуется, в том числе и те, кто сегодня присутствуют в качестве экспертов. «Более того, мы пригласим людей, которые пишут или написали свой собственный софт, чтобы сравнить, что же правильнее использовать существующие решения или все-таки попытаться написать свое собственное решение, и стоит ли это делать. Всем большое спасибо, я останавливаю трансляцию в фейсбуке.